Мы видели уже прецеденты, мы видели историю, когда государство, то есть на самом деле это самый простой способ стимулировать экономику, печатать себе и печатать деньги. Но каждый раз любой прецедент, который приводил к тому, что правительство просто печатали ничего не обеспеченные деньги, они заканчивались плачевыми. Печатанный денег приводит к инфляции. Сейчас инфляция нет, потому что нет скорости обращения денежной массы. То есть мы уже говорили, уже упоминали это, что скорость обращения денежной массы и количество денег. Как метафору я такую привожу, она мне в свое время понравилась. То есть представьте себе, у вас в организме 4 литра крови или 5 литров крови. То есть для нормального функционирования организма требуется 5 литров. Человек заснул, соответственно скорость скорость, обменные процессы уменьшились и кровь начинает функционировать медленнее, то есть по организму. И когда человек спал, ему взяли еще 2 литра крови и закачали тело. Он не почувствовал себя плохо, потому что у него вот эти процессы, которые в крови есть, то есть давление несколькануло, то есть голову ему дают, потому что медленное обращение. Но он просыпается, обменные процессы увеличиваются, сердце начинает опять активно биться в том же режиме, в котором он бьется в состояние бодрствования, а крови, объема крови, да, стало там на 30-40% больше. К чему это приведет? Но опять-таки человек себя точно будет хорошо чувствовать не будет, заканчивая тем, что может быть кровоизлияние в мозг, да, потому что он просто не выдержит. Вот с деньгами примерно то же самое, то есть большое заблуждение, что печатать денег можно столько, сколько вы этого захотите. Вы в любом случае получите инфляцию, если вы получите инфляцию, единственный способ побороть инфляцию – это повысить процентные ставки. Если произойдет повышение процентных ставок при уровне долга 150 триллионов долларов, но представьте себе, инфляция повысится там с 0,6-0,7%, как сейчас, хотя бы до полутора процентов. Я правду, а американскую экономику. То есть 1% на 150 триллионов долларов. То есть мировая экономика полтора триллиона долларов должна будет производить для того, чтобы это дать только долги по этому кредиту. Не факт, что это произойдет сейчас, и многие экономисты заявляют о том, что возможно, да, у нас окончательная фаза долгосрочного кредитного цикла, возможно, опять-таки взорвется не прямо сейчас, взорвется там, может быть, только лет через 10, но я бы был очень и очень осторожен в настоящий момент в своих прогнозах с тем, что… Ну, то есть я бы сторонник того, что рисков сейчас очень и очень много. И поэтому я и говорю, что в настоящий момент структуру на его квартире все-таки на 30 процентов, это все равно акции.